Наталья Сергеевна Пивоварова 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 Время, когда идет возрождение казачества по всей Российской Федерации Ощутимо это вообще? Да, они сейчас очень активно непосредственно принимают такие решения об организации, о создании некоммерческих организаций Общественные организации, основные цели их это возрождение казачества, как раз продолжение традиций А вот некоммерческие, через что они должны пройти, чтобы стать некоммерческой организацией? Казачьи общества должны войти в государственный реестр Российской Федерации Участники этих казачьих обществ будут иметь право нести государственную службу То есть они, те казаки, которые принимают на себя непосредственно обязательства несения государственной службы То есть они могут помогать государственным структурам, могут помогать сотрудникам МЧС Также обеспечивают охрану определенных объектов, охрану животных, растительных, лесов Также они могут осуществлять в таком плане Скажите, много у нас их зарегистрировано, может быть, за прошлый год? Есть ли какая-то статистика? Да, на настоящий момент у нас зарегистрировано 7 некоммерческих организаций Всего 7? Таких, как казачье общество, да И одно внесено в государственный реестр Российской Федерации Как некоммерческая? Есть ли такие организации, может быть, которых вы не оформите? В их положении может быть что-то не то? Может быть, они незаконно какой-то деятельностью хотят заниматься? Как вы это все отслеживаете? У нас существует определенный регламент Для регистрации нам подается определенное количество документов Соответственно, которые должны быть правильно оформлены, удостоверены Мы их проверяем Для каждой организационно-правовой формы есть определенное количество дней В течение которых мы должны проверять эти документы И уже при проверке Если мы обнаружили какие-то там цели и задачи Которые идут в разрез с законодательством Российской Федерации Если неправильно оформлены, созданы руководящие, например, органы данных организаций В таких случаях мы составляем документы об отказе в регистрации И обвещаем об этом заявителей Отказ не является пресекательным Затем они опять же могут оформить эти документы То есть их не накажут за это? Просто откажут? Да, уже в правильном варианте И они уже предоставляют заново на новую регистрацию те же документы Единственное, только при отказе госпошлина, которую они платят для того, чтобы создать организацию Нужно было платить новую И можно так бесконечно? Или есть какой-то лимит? Нет, могут, пожалуйста, предоставлять Также по некоммерческим организациям мы имеем возможность приостанавливать регистрацию Также давать время для того, чтобы исправили ошибки И, соответственно, если исправят ошибки, то регистрировать Если нет, то опять же следует в то время, которое мы дали на приостановление Если не исправлены ошибки, мы опять же отказываем регистрацию Есть ли какие-то периоды, может быть, когда у вас работы больше, когда меньше или всегда ее хватает? Работы, конечно, всегда хватает Сотрудники всегда очень загружены Так как у нас достаточно активна Рязанская область в этом плане, в том, что создание организации Так что, помимо того, что создается, мы проводим много проверок Вот у нас на этот год запланировано где-то около ста проверок организаций Также вот эти обрабатываются отчеты, которые сейчас непосредственно сдаются организациями Благотворители у нас сплошные, в общем, да? Есть, да, много благотворительных организаций, да, социально ориентированных организаций Также достаточно, да Ну, все равно желаю вам поменьше нарушителей и лучшего контакта с вашими подопечными, можно так сказать, да? Спасибо, что вы пришли к нам, приходите еще Спасибо До свидания Субтитры подогнал «Симон»